Коммунальные расходы и содержание жилья обходятся казахстанцам в среднем около 20 тысяч тенге в месяц. Об этом рассказали в Бюро национальной статистики. Правда, есть регионы, где тратят почти вдвое больше. Коммуналка значительно выросла за последний год, и эксперты говорят, время дешевых коммунальных услуг прошло. Анастасия Новикова с подробностями. Почти 60 тысяч тенге в квартал или около 20 в месяц тратят казахстанцы на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт. Расходы по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 11%. В региональном разрезе наибольшие расходы понесли жители столицы. Почти 104 тысячи тенге на домохозяйство. На 70% больше, чем в среднем по стране. Следом идут алматинцы и карагандинцы. Почти 80 тысяч тенге за квартал. Меньше всего на эту статью расходов отдали жители Абайской области и ВКО. Около 39-40 тысяч тенге на семью. Наибольший годовой рост аналитики отмечают в Житусусской области, наименьший в Шемкинте. Больше всего подорожали коммунальные услуги. Канализация больше, чем на 40%. На треть выросла холодная и горячая вода. Примерно на столько же отопление. Почти на 30% дороже стали электроэнергия и вывоз мусора. Очень сильно подорожали коммунальные услуги. Все услуги подорожали заметно. Коммунальные услуги подорожали. Все, свет. Да, существенно тоже подорожали. Особенно это горячая вода. Я сам в Алмате живу. Существенно. Раньше платили мы 20 тысяч, сейчас 30 тысяч за коммуналку платим. По словам экономистов, подорожание закономерно. Инфляция растет, цены поднимают на все. Растет тарифы на электронергию, на другие сопутствующие услуги. ГСМ, различные комплектующие, техника, оборудование, то, что задействовано, предоставление коммунальных услуг. Соответственно, все в Казахстане процесс инфляции происходит. Накопленная внутренняя инфляция, она должна автоматически отразиться. А тем, кто мы либо не хотим, она все равно приведет к удорожанию себестоимости коммунальных услуг. Эксперты по тарифам говорят, удорожание в несколько раз выше уровня инфляции связано с ремонтными работами. Чтобы обеспечить потребителей хорошим качеством услуг, нужны деньги. Но сейчас Комитету по регулированию естественных монополий поручили сдерживать рост тарифов для населения, по крайней мере, до конца года. Тарифы для населения, надеюсь, расти не будут. И уже, наверное, та динамика, о которой вы сегодня говорили, будет немножечко снижена. И, думаю, к концу года уже коридор инфляции, регулируемых услуг будут в рамках коридора инфляции. При этом аналитики отмечают, что не всем опрошенным доступны благо коммунальной цивилизации. Так, центральную канализацию имеют всего около 60% опрошенных. 9% участников опроса добывают воду из колодца или колонки, а 1% вынуждены пользоваться привозной водой.